добрый день сегодня при чистке сосновой коры вот здесь нашла инжир прям вот здесь на сосновой коре вот видимо он упал вот с этой нижней веточки потому что я в верху никаких плодов вообще кроме спящих почек плодовых не видела вот поэтому надо быть более внимательной хорошо вот он не разбился вот или падать было низко или же такие качества у него вообще по характеристикам это сорт является норд и кором коммерческим потому что он хорошо лежит легкий то есть легко транспортируется у кого коммерческие цели выращивания инжиров тот рекомендую но арты кором у меня он посажен в очень неудачном месте в тени вот этих деревьях поэтому вот плод у меня в этом году был всего один в прошлом году было 12 15 но из-за того что он был куплен в прошлом году взрослым растением и уже заложенными плодами а теперь перейдем к рон де бордо сегодня буду срезать плод ну вот приближаемся нашу рон де бордо красный из бордо вот по моему созрел опыт то у меня вообще-то ну мягкий мягкий вот так передерживая день упадет или закиснет дожди два дня были попробуем сейчас оторвать его вот такой красавчик но клювик еще как бы не опустился носик не наклюнулся по моему наверное до завтра надо подождать все таки как вы думаете я же неопытный человек вот плодик небольшой но для этого сорта так вполне нормальный так как это мелкоплодный сорт ой не знаю наверное подожду до завтрашнего утра а завтра видео продолжу но пока для климите с международного форума на фейсбуке сниму форму листа биолет десальез или буржуазот нуар ну вот смотрите два типа листа и здесь вот он лист вот видите более широкое основание чем у климите вот этого среднего паруса и он отстранен от верь от макушечная от конуса этого листа вот такой же лист и вот вторая форма листа такая более удлиненная зубчиками и зубчиками смотрите это дно растение у меня три веточки так плодик вот такой в конце августа в начале сентября и вот вяжется еще видите только вяжется то есть в августе завязался первый плод у нас во франции созревание этого сорта в ноябре до ноября он прекрасно вызреет так теперь для моего американского друга на ю тубе сниму как у меня семимесячные инжиры плодоносят а то вот он написал что у вас нет подходящих условий для развития инжиров и вы занимаетесь только теряете время вот пожалуйста вот один вот рядом тоже семимесячный инжир вот второй вот далее совсем совсем юный венгр вот тоже стартер французский сорт ронда бордо вот еще гуддор вот это деревца тоже ему 7 месяцев то есть это все с февральских черенков вот тоже с плодами как видите то есть конечно нуар де кором в тени я уже сотый раз говорю если мне каждый раз придется доказывать почему он не плодоносит то лучше вернитесь к этому видео вот тень видите тень весь день утром отсюда днем отсюда 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 и вечером отсюда то есть это конечно моя глупость это был первый мой инжир первый и покупала я его когда еще листьев на деревьях не было вот на этих деревьях которые кидают тени конечно же я по неопытности решила что ему хватит здесь условий только рассеянное солнышко вот сейчас слава богу попала но это очень кратковременно буквально на несколько минут бордо режем нет здесь ним сначала сходим потом разрежем и грамм и 23 грамма не знаю видите вы или нет то есть для первого ура для такого маленького молодого стартера первая фига нормально цвет зрелая фига будем пробовать ну что откушала я половинку первую ну что я вам скажу наивкуснейший наивкуснейший вот я несколько дней подряд уже три сорта попробовала это конечно вкуснее вкуснее чем нуар де белонь вкуснее чем нуар де корон мало того что невероятно сладкий сладость невероятный в мягкий замок грязный палец копалась сейчас на участке так отвлеклась мало того что он сладкий но он еще знаете имеет такой вот нравящийся мне винное послевкусие такое в одно время сладкое во второе во второе время я бы сказала даже терпкое сладко терпкое потому что он щекочет все нервные вкусовые рецепторы все вкусовые рецепторы задействованы невероятно вкусные очень очень вкусные то есть ну вот ради этих вкусовых ощущений конечно же я готова выращивать такие некрупные фиги и конечно же отказываться не буду вот тем более что это семимесячное растение с февральского черенка так что я надеюсь что он на следующий год взрослое растение все таки мне выдаст и покрупнее и и по боли на и вкус будет более насыщенный я его сегодня пересажу 50 литровый горшок то есть ему там будет прекрасно прекрасно условия для выращивания то есть и в зимнее время он будет хорошо утеплен и вынесен только в апреле в марте под открытый воздух вот то есть моя оценка 9 плюсом однозначно спасибо всем за внимание подписывайся кто не подписан ставьте лайки если вам не трудно нажать на кнопочку до свидания